кстати друзья пока мы находимся на доме 125 квадратных метров это на улице урожайной 36 а станице гостогаевской я хочу показать какой у нас получился подвал мы здесь уже сделали освещение разветочки везде единственное что нужно еще сделать козырек или навес чтобы чтобы все было хорошо потому что без навесика все-таки здесь может быть влага как век как видите вот нет несмотря на то что недавно были дожди подвал абсолютно сухой он проветривается то есть есть вентиляционное отверстие освещение сделали по-нормальному розеточки то есть вот такой вот подвальчик давайте сейчас оказии опять же зайдем в дом и посмотрим что у нас получилось внутри там я уже как сказал ранее уборщица сделала уборку дом чистый и готов к заселению вот я зашел через террасу через заднюю дверь сразу попадаем на кухонную зону здесь будет висеть газовый котел отопления и смонтированы насосики на систему теплый пол это кухонная зона и она плавно перетекает в гостиную то есть если сейчас вот так вот встать в самой двери то такое получается большое помещение просторная планировочку можно на сайте посмотреть кп-морской точка рф там она очень подобно подробно отражена со всеми размерами какие необходимо знать есть комната на первом этаже тоже достаточно светлые просторная окно выходит на двор здесь кстати пять соток земли как видите и соседи хорошие тоже телом домики строили мы все хорошо такое высокое помещение 290 потолки кстати если интересно есть санузел тоже просторный светлый с окном с вытяжкой где быть вот она выйти вытяжка в углу все коммуникации какие нужны подведены если каких-то не хватит никаких проблем нет кроме кухни-гостиной комнаты и санузла есть еще есть лестничный проем и выход на фасадную часть дома то есть главный вход в дом обратите внимание под лестницей очень хорошее пространство для хранения вещей то есть сюда даже можно зайти буквально в полный рост стою как видите тут очень много вещей можно хранить организовав зон зоны хранения например шкаф шкафчики какие-то сделать давайте поднимемся по лестнице по лестнице буковая лестница крепкая не скрипучая вид из окошка посмотрим обзор шикарной станицы то есть вид ничто не портит приятно очень смотреть система отопления смонтирована будет как только вы решите этот дом приобрести по умолчанию и и сразу не устанавливаем на всякий случай это одна из спален на втором этаже кстати вот многие спрашивают прод этот скос насколько он высокий not я вот сейчас сюда подхожу буквально в полный рост обратите внимание то есть этот скос метр 80 освещение все розеточки необходимые все есть двери многие просят фактуру показать все поближе давайте попробую поднести камеру чтобы рассмотреть можно было все это дело вот такие ручки как видите на фурнитуре мы не экономим даже резиночки ставим чтобы звук меньше проходил если в комнате дети будут тоже это важно есть санузел на втором этаже он такой такой же просторный как и на первом этаже тоже естественно есть и вытяжка и окошко и все необходимые выводы под коммуникации и еще две спальни ведь кстати посмотрите вид со двора какой открывается это сосед уже тут построился то есть тоже вид в принципе хороший и последнюю комнату покажу такая же в принципе то есть что получается у нас три просторные комнаты на втором этаже санузел на втором этаже коридорчик в принципе очень удобненькие то есть если какую-то мебель заносить или даже вот около лестницы вот здесь вот можно там диванчик поставить топчанчик или как их правильно нас называют цветы здесь вот вполне это все вмещается рационально спланированы пространство и вот лестничный проем с со второго этажа есть и есть и смотреть на него давайте спустимся снаружи дом кирпичный сейчас я еще раз выйду на улицу и покажу как он сделан снаружи между кирпичом и газобетонным блоком утеплитель из базальтовой плиты пять сантиметров то есть для нашего климата это даже можно сказать избыточно но тем не менее мы идем на эти расходы чтобы дома были и долговечные и экономичные с точки зрения отопления надеюсь вам понравился этот как раз таки обзор поеду на другой объект